Баскетбольные клубы Баскетбольные клубы В первую очередь в этом вопросе думали о болельщиках, для их понимания ситуации, что на территории страны должно остаться одно хорошее, добротное, большое соревнование. Поэтому просто мы два года пробовали этот эксперимент, играли и в ПБЛ, и в ВТБ, и в итоге так путали болельщиков, это и аббревиатурами, а путали чемпионатами, потому что большинство команд и там, и там это все играло. В итоге не знали, в какую таблицу кого куда там заносить. И иногда даже мы сами, директора между собой, у нас появилась такая шутка. Мы узнаем, какую игру играем, либо в ВТБ, либо в ПБЛ, по надписям фамилии игроков на майках. Если на английском, значит ВТБ, если на русском, значит ПБЛ. Поэтому по большому счету, да, соревнования, думаю, на территории страны должно остаться одно, чтобы проще было работать с вашим братом-журналистами, чтобы основное внимание было приковано как раз к этим играм. Ну и спонсоров, с одной стороны, на один турнир найти гораздо легче, нежели на два турнира. Я так понимаю, что с коммерческой точки зрения это тоже, как бы, достаточно такой правильный ход. Ну да, сейчас, тем более, 7-го числа Сергей Борисович Иванов открывал и презентовал новый сезон Ледяной Лиги ВТБ. Конечно же, Лига ВТБ представляет серьезные команды, команды уровней Евролиги, чемпионы страны, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Поэтому под этот турнир легче найти спонсоров. Ну вот мы как себя будем ощущать в этом турнире, в этом году? Мы где находимся примерно по уровню нашей команды? Сезон только начался, поэтому тяжело говорить. Есть уже первые сенсации. Белорусский чемпион Смоки Минск 8-го числа обыграл на площадке гостей чемпиона Латвии, ВЭФ, клуб с такими традициями. То есть сейчас загадывать, где мы будем, какое место займем, ну это гадание пальцем в небо. Поэтому сегодняшний день ввязываемся в борьбу и пытаемся доказать, что в Сибири тоже умеют играть в баскетбол. У нас состав команды мужской изменился достаточно сильно. У нас практически все легионеры поменялись. Американцы-то точно все поменялись, все трое. Почему вот такая ротация происходит постоянно? Здесь ротация происходит из-за того, что экономическая ситуация рынка, во-первых, она нестабильная, она постоянно влияет на ситуацию трансферного рынка ежегодно. Это первый момент. Второй момент, система работы и подписания игроков, она для нашего клуба в длинную не совсем выгодна. Потому что логика переговоров, когда ты ведешь эти переговоры, заключается в том, что давайте быть откровенны, особенно иностранцы, но никто не мечтает долго жить в Сибири. Мы здесь родились, мы к этому привыкли, мы к этому относимся спокойно. Но люди родились совершенно в других условиях, климатических, погодных, перемещения по России, которые отнимают время, которое он может провести с семьей. Поэтому логика здесь такая. То есть математический закон 2 плюс 2, 4 в этой ситуации не работает. То есть если ты игрока, чем длиннее контракт, тем более невыгодны для нашего клуба финансовые контрактные обязательства во второй, в третий год. То есть они просят так, что в первый год столько, а в третий год больше, в третий год больше? Да. Поэтому прогнозировать трехлетние подписания, как сейчас показал опыт Санкт-Петербурга, они пошли этим путем. В прошлом, два года назад подписали трехлетние контракты. И в этом году рынок значительно просел на игроков уровня Евролиги. На игроков, которых мы подписываем, это уровня Еврокубка, которых мы можем себе позволить. Он так сильно не просел. На игроков уровня Евролиги он значительно снизился. И Петербург искал любые пути, любые возможности для того, чтобы расторгнуть эти невыгодные контракты. Потому что здесь математика играет не в нашу пользу. Когда обычно говорят со стороны бизнеса, чем длиннее, тем ниже. Даже в банке процентные ставки, но в спорте это все наоборот. Женскую команду удалось усилить в этом году? Мне, наверное, тяжело говорить про женскую команду, потому что я никогда не прикасался к женской премьер-лиге. И в этом году мы получили... Я первый год как руководитель клуба, прямого участия в ситуации премьер-лиги. Да, мы постарались как-то, как-то собрать недостающие в первую очередь позиции, потому что команда осталась, команда прошлогодняя. Мы добавили несколько игроков, потому что у нас два игрока закончили свою профессиональную карьеру, сказав, что лучшего повода, чем уйти с золотой медалью на шее, малой золотой медалью чемпионата России, мы думаем, не будет. Соответственно, пока... Тоже мне, наверное, тяжело говорить... Прогнозировать, где мы будем. Прогнозировать, где мы будем, потому что я, в принципе, имея опыт тренерский, когда Енисей мужской выходил в элиту, российского баскетбола, мы, в принципе, стартовали с результата 12 поражений подряд. Но, тем не менее, потом люди адаптировались, привыкли и начали играть. Поэтому ждать... Я, в принципе, каких-то феноменальных результатов не жду от команды. Конечно, мы настраиваем игроков, убеждаем игроков, но ситуация, она очень простая. Разница между лигой, в которой мы играли долгое время, и разница между премьер-лигой, в которой мы вышли сейчас, она реально колоссальна. Игрокам надо привыкнуть к тому баскетболу. Он в несколько раз, даже не просто в два, в несколько раз быстрее. Но, с другой стороны, для нас, для зрителей, это будет гораздо интереснее. Для нас, для зрителей, поверьте, 15 октября приезжает команда УГМК, в которой есть три игрока, лучшие этих игроков. нету во всем мире. Они играют в команде УГМК. Три игрока, Тауразия, такие, как Тауразия, которые просто лучшие игроки в мире. Но, с другой стороны, у нас появилась возможность посмотреть на таких игроков. И будем болеть за наших просто-напросто. Да, поэтому... Здесь характерно. Нет, здесь просто элементарно нужно набраться терпения. Девчонки должны привыкнуть, поверить в свои силы. Потому что, поверьте, у них сейчас жуткий предстартовый мандраж, потому что практически там девять десятых команды никогда не соприкасалось с той лиги. Поэтому, к этому надо привыкнуть. А то, что игр будет очень мало и у мужской команды, и у женской команды, если мы посмотрим на тот же американский баскетбол, понятно, что сравнивать это как бы пока рано, потому что там лига, состоявшаяся уже десятилетиями, да? Но, тем не менее, там проводится ситуация в 82 игры. У нас, получается, примерно где-то 18, ну, там, с кубковыми играми, ну, где-то в районе 25. Максимально примерно можно насчитать. Это сильно влияет на качество игры? Так, безусловно, ситуация с играми, она очень простая. Мы берем ситуацию только нашей команды и о ней разговариваем, да? Но ситуация внутри лиги, она маленько другая. Поэтому, когда на совещаниях мы вырабатываем определенную концепцию, сколько игр надо, сколько, зачем и почему, ну, как бы, понятно, что придумать такую модель, которая устроила бы всех, невозможно. Потому что, если мы сейчас заговорили об американском баскетболе, да, о лиге NBA, они играют только в свою лигу, они самодостаточны, им ничего больше не надо. Ситуация в европейском, вообще, баскетболе, она складывается в том, что топ-клубы, им интересно еще и международный турнир, такой, как Евролига, да? Ну да. Клубы чуть-чуть и поскромнее играют в Еврокубки, еще скромнее в Еврочеллендж. Соответственно, мы, поверьте, Сергей Борисович Иванов в Кремле раза два или три проводил в течение года совещания, мы туда приезжали, и все это, появилась возможность посетить Кремль и узнать, как работает наше правительство изнутри, поэтому, ну, было довольно интересно. Это отступление такое небольшое. Но, тем не менее, допустим, если мы возьмем баскетбольный ЦСКА, он проводит порядка 75-77 матчей. Просто у нас в лиге, понимаете, вот с помощью вот этих Еврокубков они добирают, набирают очень много игр, и поэтому мы свой чемпионат не можем бесконечно наполнять. А не забывайте, что, допустим, это перелеты, улететь в Барселону, потом прилететь в Красноярск, сыграть временные, полетные, ну, и как бы, ЦСКА, в принципе, по большому счету, долгий отрезок играет практически каждый третий день игра. Это очень тяжелый график. Мы построили, мы один раз участвовали в этом эксперименте два года назад, когда мы каждый третий день играли, через два месяца, то есть игроки были полностью выжаты. для Красноярска это очень тяжело. Разница с Европой шесть часов, длинные перелеты. Мы, честно могу сказать, в таком темпе мы не можем играть. Это однозначно. Нам нужна либо очень длинная скамейка, либо... Не поможет очень длинная скамейка, потому что одна только временная разница выбивает. В Европе игры начинаются не раньше восьми вечера по местному времени. Это у нас в четыре часа ночи. Ну, там в два часа ночи. В два часа ночи, в четыре часа ночи заканчивается игра. Просто через два месяца игроки все говорят, мы не понимаем, где мы находимся. То есть состояние наступает космосом. Поэтому здесь мы каждый год... Количество игр, каждый год является камнем преткновения. Все клубы ищут какое-то оптимальное количество этих игр. Поэтому в этом году даже обсуждалась формула, чтобы клубы команды, играющие в Лиге УТБ, играли полноценный двухкруговой турнир. Каждый скажет. Но, к сожалению, тогда ЦСКА уходит в район 90 игр. Это практически очень тяжело. Просто даже еще и время под это найти. Потому что у Евролиги, у Еврокопков, они проводятся все в разные дни. Нужно резервировать эти даты. И при этой ситуации мы посчитали, что мы уходим, заканчиваем чемпионат в середине июля. А когда готовится сборная России? Посмотрим, проанализируем. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Удачи нашим командам. Будем надеяться. Сегодня у нас в гостях был директор баскетбольного клуба Енисея Владимир Петраковский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова